О том, что АвтоВАЗ может перенести сборку Весты на Тольяттинский конвейер, стало понятно, когда профсоюз завода «Лада Ижевск» написал открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Сначала официальный Тольятти взял паузу. Но затем Дром сообщил сенсацию. Оказывается, гендиректор Ижевской площадки Денис Носов подписал несколько приказов, регламентирующих радикальное сокращение этого самого персонала. По информации издания, людей должны уволить по соглашению сторон до 31 августа. Те, кто работает на заводе до 20 лет, получат 5 окладов. Проработавшие от 20 до 30 лет — 6 окладов. Работникам, отдавшим компании более 30 лет, положено 7 зарплат. Всем ушедшим добровольно, вазовские кадровики даже обещают подыскать подходящие вакансии за периметром предприятия. Отдельные меры поддержки будут оказаны лицам предпенсионного возраста. О том, кто профинансирует компанию, не сообщается. Но очевидно, что автопроизводителю поможет бюджет — региональный или федеральный. Как только скрывать стало нечего, АвтоВАЗ поспешил раскрыть карты, подтвердив написанное журналистами. Правда, в гораздо более мягких формулировках. О самом переносе Весты на третью нитку главного конвейера не сказано ни слова. При этом Ижевску пообещали развитие производства компонентов, плюс перевод персонала внутри компании. Кроме того, на мощностях завода планируется создать индустриальный парк, куда пригласят производителей не автомобильной продукции. Первый пункт вполне логичен. В столице Удмуртии сейчас находится часть штамповки, включая линии по изготовлению панелей боковин, дверей и крыши, а также производство бамперов, панелей приборов, обивок дверей и другого пластика для Весты. То есть демонтировать штамповочные и формовочные линии посчитали нецелесообразным. Но чтобы обслуживать их, нужно всего 200 человек. Для справки, до февраля на заводе работало 3100 человек, а сейчас около 2000. Еще сотня-другая людей со временем понадобится, чтобы выпускать некую новую разработку отечественного автогиганта. Есть предположение, будто ею по факту окажется электрическая версия Ларгуса, которую, в силу ограниченного спроса, смогут выпускать малыми тиражами. Напомним, что Ежевский автозавод рассчитан на выпуск 230 тысяч автомобилей в год. Фактически, ежетиражи Весты были в половину меньше. В общем, новый глава флагмана российского автопрома Максим Соколов оказался достаточно жестким руководителем. Когда встал выбор между экономической эффективностью и социальной ответственностью, он выбрал благополучие своего предприятия.